Блестяще! Блестяще работает Николай Круглов, убегает лидером Ули Айнера Бьерн-Далена. Мы не видим на подпоре к рубежу. Пока еще нет норвежского спортсмена Эмихи Грайса. Николай Круглов, время наше будет абсолютно лучше. Николай Круглов, его статистика в стрельбе на лёжке 89%. На стойке он стреляет лучше, 90% точных попаданий. Грайс догнал Бьерн-Далена. Они ведут борьбу между собой. И сейчас такое ощущение, что, в общем, больше они, наверное, сконцентрировались не на преследовании сборной команды России, а на выяснении отношений между собой. Сбавляют темп спортсмены. Бьерн-Дален первым подходит к стрельбе. Ну, а за ним Грайс. Грайс отыграл вот то, пусть небольшое, но все-таки преимущество, которое имел пятикратный олимпийский чемпион относительно немецкого спортсмена. Пара петра достаточно серьезная, посмотрите. Дуэль. Паргет номер 2, Бьерн-Дален, 3, это Грайс. Попрекаем, потому что на леви стреляет гораздо быстрее, может быть, даже всех остальных. Отлично отработал Бьерн-Дален, отлично отработал Грайс. Итак, все остается по-прежнему, но за счет того, что все-таки эти спортсмены чуть быстрее провели свою стрелковую работу, нежели Николай Круглов, преимущество чуть-чуть сократится. Чуть-чуть сократится. Было минуту 18. Минуту 18, сейчас минуты 10. Восемь секунд отыграли Бьерн-Дален и Грайс. Минута 10, минута 11, но в любом случае по-прежнему преимущество Николая Круглова очень-очень большое. Друг с другом соперничают Михи Грайс и Ульянар Бьерн-Дален. Грайс со стребища уходил на третьем месте, а сейчас мы видим, он превосходит норвежского спортсмена. Вот так по внешним впечатлениям немец не больше нравится, чем Бьерн-Дален. Во всяком случае отыграть 7 секунд, потом приблизиться, стараться вырваться вперед, значит есть сила играть. Ну похоже сейчас на самом деле у них борьба идет между собой и каждый сконцентрировал друг друга, кто кого обыграет. Ну наверное в этой ситуации прогнозировать все-таки такое непосредственное преследование Николая Круглова практически невозможно. Субтитры Сергея Рыжкова подсказывает Николаю. Сейчас на дистанции практически все тренеры женской сборной команды, мужской сборной команды. Момент истины для сборной России. Посмотрите. Минута 13. После стрельбы было минуту 10, сейчас минуту 11. Да, увлекаются соперничеством друг с другом немец и норвежец, а Николай Круглов этот участок отработал быстрее. Быстрее, нежели преследователи. Минута 13. Дмитрий Ярошенко нам только что показали, спортсмена, который работал на третьем этапе в этой нашей эстафетной гонке. Я напоминаю еще раз, что это еще и последняя эстафета в зачете малого Кубка мира по программе эстафетных гонок. Четыре гонки было проведено. В двух из них российская команда одерживала победой. Дважды была второй. Ниже второго места россияне не опускались. Минуту 50 итальянцы, минуту 51 проигрывают украинцы. Здесь борьба за четвертое и пятое места, потому что свыше 30 секунд выигрывают норвежцы и немцы у сборных Италии и Украины. И после... Сейчас вот видно, да, что Биордали начинает идти за Грайсом и контролировать его. Но в этой ситуации у норвежца гораздо более выгодная позиция. Тем более, что вы посмотрите, вот так он уже вработался, позволяет себе отдохнуть тогда, когда немец толкается палками. Да, полностью согласен с ним. Николай Круглов. Николай Круглов и ждем подхода к восьмой заключительной стрельбе российского спортсмена. Быстрее идет Круглов, нежели Бьерндалин и Грайс. На отметке 3,5 километра минуту 13 выиграла сборная команда России. Минуту 13. Какой шанс? Бьерндалин, вы посмотрите, отсидевшись за спиной Грайса, показав всему миру, что вроде бы готов чуть хуже, тем не менее играет в какую-то свою ведомую только норвежскую игру. Вырывается вперед. Очень серьезная борьба за вторую позицию Николай Круглов. Идет спокойно, размеренно, полностью контролируя ситуацию. Расчет на то, что будет Круглов стрелять спокойно. Выходит, выходит сейчас Круглов к своему последнему огневому рубежу. 20 метров до коврика. Водушевились болельщики сборной России. Итак, ничего не будем говорить. Ну что, Иван, Иван, бегите, несите флажочек. Я думаю, что здесь уже, друзья, все понятно. Впервые за 7 лет мы не просто выиграем эту эстафету. Мы привезем всем 15 трамвайных остановок. Иначе по-другому я сказать не могу, потому что никто и близко не подошел. Сборная России выигрывает эту гонку невероятно. Вот посмотрите, какая борьба здесь между Норвежцем и Грайсом. Грайса идет в Абанс, наступая на лыжи практически. Только-только выходит Бьерн Даллен. Первым по-прежнему Бьерн Даллен вернулся в лидирующую позицию. Важно психологически, наверное. Психологически важно Бьерн Даллену стрелять первым в борьбе за серебро. Потому что сомнений нет никаких. Круглов сегодня не просто прибежит на финиш, что и возьмет Триколор. Бьерн Даллен. Ох! С 2000 года. Мама дорогая. Бьерн Даллен и немец. По заказу по одному промаху делают в борьбе за серебро. Второй промах у немецкого спортсмена. Третий промах. Три дополнительные патроны и три незакрытых мишени у немца. Неужели норвежцы уйдут сегодня? Лидерами в борьбе за серебро. Ну уж теперь, наверное, Бьерн Даллен не отпустит. Бьерн Даллен проигрывает Николаю Круглову. Наверное, минуту 15 и даже больше. Полтора километра до финиша остается. Сейчас Николай Круглов преодолеет шестикилометровую отметку. Минуту 18. Минуту 18. Сборная команда нашей страны везет норвежцам. Когда такое было? Антер Сельване счастливое место. Знаете, я верил сегодня, сказал, что мы победим. Поучаствовал в прогнозе, поэтому пойду получать приз. Минуту 18. После тех неудач, которые здесь имела сборная команда России, когда мы ходили вокруг да около пьедестала, у нас будет первая золотая медаль. Первая золотая медаль на этом чемпионате мира в мужской эстафете. Впервые за 7 лет. И все те участники, которые бегут сегодня в нашей команде, Черезов, Чудов, Ярошенко и Круглов, впервые станут чемпионами мира в эстафетной гонке. Ликуют тренеры, ликуют болельщики. Грайс проигрывает Бьерндалину. 20 секунд и практически это неотыгрываемое преимущество норвежского спортсмена. Вилерморс 2.09 и в борьбе за бронзовую награду все становится ясно. Сильнейшими составами выступали норвежцы и немцы. Многие из ключевых игроков этих сборных не бежали смешанную эстафету. В то время как Чудову Ярошенко приходилось трудно после того, как наши девчонки, к сожалению, выступили не совсем удачно. Круглов проходит 6-километровую отметку. Сборная России сегодня в этой эстафетной гонке при серьезных достаточно порывах ветра использовала всего лишь один дополнительный патрон. Ну а Валерий Пальховский приготовил уже российский флаг для Николая Круглова. Перелезает через забор наставник женской сборной. Валерий Пальховский с российским флагом. Мы это уже видели. Видели на этапах мирового кубка. Вперед Россия! Мы бежим к своей победе! К великой победе на чемпионате мира в эстафетной гонке! 4 по 7 с половиной километра!